Прямой алгоритм, то есть сделать то, что надо сделать по ТЗ. По ТЗ надо делить отчеты. Зачастую, с точки зрения именно программирования, это просто. Это просто очень много работы. Разобраться и сделать. Самые худшие сценарии работают, это что делать, когда ПО... Как обрабатывать исключения и как обрабатывать, когда снаружи ПО останавливают. Вот мы написали, вот я написал bounded-blocked-буфер. Я там вызываю wait. А wait может кинуть interrupted exception, а я его не перехватываю. А теперь вопрос, что будет, если на моем буфере висела куча этих, куча этих. И был какой-то товарищ, который работал, а ему сделали interrupt. Он вылетел с interrupted exception, не остался ли буфер в половинном состоянии? Другие-то потоки на нем висят. А тот поток, который схватил interrupted exception, менял вообще говоря поля. А другие потоки висят. Например, этот поток мог положить свои данные и не успел сделать на TFI, как получил interrupted exception. Вот всякие такие ужасные ситуации, из-за которых резко дизайн системы, резко усложняется. И в многопоточном программировании это всегда чудовищная проблема. Потому что если у вас объект, если вы писали многопоточный объект, типа вот нашей очереди, им пользуется много потоков. Что будет, если один из них сломался, два сломалось, пять сломалось? То есть в хорошем коде, если он сломался, он должен грамотно, он должен оставить систему полностью консистентной. Он должен решить, либо он работу закончит, да, это был продюсер, он добавлял данные. Он схватил interrupted exception, говорит, подождите, подождите, он свое данное таки добавил, всех разбудил и улетел по interrupted exception. Либо же он говорит, не-не-не, ребят, тогда я восстановлю ситуацию назад, я ничего добавлять не буду. То есть, знаете, в методе put продюсера, фактически вот то, что написано, это как бы транзакция. А он должен либо все произойти, либо ничего. Если ты положил данные в поле, ты обязан вызвать notify all. Соответственно, если тебя снаружи пытаются прибить, ты должен решить, ты находишься в середине. Либо ты откатываешься назад и восстанавливаешь ситуацию до тебя и улетаешь. Либо ты таки доходишь вперед, всем сообщил и улетаешь. То есть, тебе вызвали прерывание, да, а ты находишься в середине действия. Ты говоришь, нет, тут нельзя, я должен либо закончить действие, то есть, ты как бы бронируешься, ты говоришь, нет, внутри действия я не ломаюсь. Все резко ухудшается, то есть, у меня на самом деле состояние простое, если у меня много полей. Ты часть полей поменял, а часть не поменял. Да, ну вот, в древней Винде это было железобетонное, все ломалось, что-то там повисло, когда окно тянешь, за ним такие тык-тык-тык-тык-тык, окно размножается. То есть, это на самом деле поломка в каком-то окне во внезапный момент привела к тому, что вся оконная система поломанная. Ну, то есть, я тащу окно, а за ним остается след. То есть, это вот случай, когда в реальной промышленной системе мы не справились. Сейчас справились, сейчас я такого уже не вижу. Так, что еще? Как это отражается в реальной жизни? У нас в Украине считается, что, хотя зарплаты между нами и буржуями сравнились уже, например, ситуация в чем? У нас в Украине считается, что три карты сеньор, типа молодец. У буржуя, вообще говоря, нормальный сеньор получает 10к в месяц. Ну, 120 тысяч долларов в год где-то. Но у них сеньор, это человек, который все такие ситуации умеет решать. Поэтому сеньорам становится лет через 10-15 после института. Но у них человек получает больше денег, спокойно себе в Калифорнии живет, платит там за ипотеку, живет там в двухэтажном доме. Но у них, то есть, вот это все мелкое мастерство. То есть, человек просто за 10 лет так крепко набивает руку, что он пишет код такой же короткий, как все, просто он знает, что вот этот код точно не ломается. Он же 100-500 раз с этим сталкивается. Как хороший автослесарь. То есть, хороший автослесарь, плохой автослесарь делают одно и то же объем работы. Но хороший так все починил, что он больше не сломается. Плохой, это штыркнуло алюминиевой проволокой подвязал. И получается жуткая такая вот разноколесец. То есть, у нас, ну ты просто умеешь скрутить фреймберки, ты молодец. Ты крутил фреймберки, молоча, но вот тебе 3К. То есть, для Украины это бешеные, конечно, деньги, пока не пытаешься купить квартиру в Киеве. Да, мне кажется, что ты не такой богатый. А у них, когда говорят сеньор, это означает, что ты все это знаешь, и ты знаешь, как все устроено под капотом. И поэтому ты всегда, ну, ты как бы гарантируешь своим мастерством, что твое ПО корректно работает в режиме любых исключений. Потому что любой поток можно прервать. Ты гарантируешь, что бы не случилось, все временные файлы удалятся. Ну и так далее. Ты пишешь рекурсивный алгоритм, но гарантируешь, что ты не повесишь в бесконечном цикле. Ну, вот и когда мы делаем рекурсию, и strike each file. Такая конструкция, при этом, что фактически цикл выполняет сантанотическую бесконечность. Их сеньоры этого не делают, но зато они 10-15 лет опыта. Это одна из проблем, почему на самом деле реальные крутые программы пишутся только в буржуях. У нас пишется всякий хлам, пишется на выброс. Google, Facebook, они набирают наших программистов, но ни Google, ни Facebook, ни прочие Twitter, на территориях всяких Индии и Украин не пишутся. Потому что мы не можем гарантировать качество, по большому счету. То есть мы и так лепим, и лепим. Хорошо, лекция окончена.